Кашвили Приветствую Харьков и харьковчане Спасибо вам, что вас так много Я хочу поправить, колечу нами всем любимую свету Здесь не 3000 человек 3000 бэдж давно уже раздали А пришло гораздо-гораздо больше, чем 3000 Мы не рассчитывали на это Хотя я был уверен, что Харьков будет очень активен Потому что Харьков является совершенно уникальной частью нашей украинской идентичности Когда я ехал сюда Я, то есть где-то к утру мы всю ночь расчищали Я практически не спал Чуть-чуть покемалил в машине И мы всю ночь образовали штаб У нас, как и здесь, снегопады по всей Одесской области И мы образовывали штаб И где-то, когда уже была глубокая ночь Я начал думать, что может быть отложить форму Харькова тоже снегопады И потом мне сказали, что люди уже начали выезжать Люди выезжать начали с Запорожья, с Киева, с Днепра С разных мест Харьковской области С самого города Харьков, который очень большой город Я сказал, что ты можешь... Они все все равно уже выехали Если ты не выедешь, то тогда ты подведешь их И, конечно, они могут не выехать Но тоже целый день я получаю сообщение Я целый день звоню по телефону Разные места, смотрю, как там идет расчистка Там кому-то скорая была нужна Кому-то там еще что-то И вот мне получали... Я на Фейсбук мне присылали месседжи И одна молодая девчонка прислала Доброго дня Сегодня люди уже понад 2 часа сидят на машинах Более 7-го километра Мой тату не может доехать до дому Он мерзнет Коли будут чистить снег И потом мы послали машину И там военную вытащили их Там две машины сломались Потом наконец у меня был диалог с ней А потом я подумал Ведь на самом деле Украина же точно так же Сейчас вот тот застрявший тату Який мерзнет Мы вышли И он застрял между 7-м километром и сухим лиманом Вот Украина где-то тоже между 7-м километром И каким-то там лиманом И заносит вокруг все И все больше и больше и больше И это заносит все коррупцией Завозит все неэффективностью Заносит все тем, что наши ожидания не оправдались Поэтому точно так же, как вытащили сегодня Этого отца Этой девушки Которая нашлась И послала мне Месседж на фейсбук Месседж там С просьбой о помощи Точно так же Мы все вместе пришли Сейчас на помощь Украине Мы обязательно вытащим Украину Из этого болота И пойдем вперед И это очень важно Что мы начинаем это в Харькове Ведь традиционно что было Традиционно все начиналось в Киеве С большой поддержкой Запада Украины По понятным причинам А сейчас посмотрите Откуда началась новая большая волна Традиционно очень пассивный юг Украины Одесса Стал очень активным друг И действительно Город с огромным потенциалом Северо-востока Украины Харьков Это уже другая Украина Эта волна уже нетрадиционная волна У нас было две волны Начатые из центра И поддержанные больше западом Конечно многими на востоке и на юге Эта новая волна Она отсюда Она из Одессы Она из Харькова Конечно мы остановились и в Киеве Конечно конечно цель Киев Конечно на запад И это первая волна в Украине Которая и на западе И в центре И на юге И на востоке И она будет самой мощной Самой правильной И самой многообещающей для всех нас Это Харьков Мощнейший Образовательный центр Тут 250 тысяч студентов Больше 20 узлов Но дело же не в количестве Дело в качестве Тут качество образовательной традиции По качеству образовательной традиции С Харьковом не может сравниться никто Я учился в Киеве И я это говорю С белой завистью Потому что действительно центр Украинского просветительства Великого Василия Каразина Большого великого украинского просветителя И начальника образования И ученого За 210 лет Самый старый вуз Украины Конечно выпустил сотни тысяч людей Которым не только Харьков и Украина Весь мир гордится Три нобелевских лауреата Какой еще другой вуз в Украине Но на многих странах Мечника биология Ландово физика Кузнец экономика И сколько еще поколений Тех людей которые здесь сидят Я вижу столько интеллектуальных людей Столько образованных людей Столько интересных лиц В этом есть прелесть Что это движение Оно необычное скопление Как бывало часто Так называемых политических проектов Сделано под кого-то Для того чтобы там Кого-то возвеличить Кого-то отодвинуть Кого-то перед Нет Это движение украинцев Всех происхождений Для Украины Для себя Для своих детей Ни в коем случае Для каких-то политических лидеров Депутатов и других Хотя здесь много депутатов Харьков Это промышленный центр Украины С уникальным авиапроизводством С уникальной атомной промышленности Только чего стоит факт Что атом впервые В Советском Союзе Был расщеплен Именно И один из первых в мире Именно Харьков В конце концов Много других вещей Какой еще город Может похвастаться Центральной площадью Такого размера Я каждый раз Не могу насладиться Как Харьков Но В конце Я верю в людей И глубоко Уверен Что человеческий потенциал Он намного важнее Чем природный потенциал Чем ресурсный потенциал Чем даже индустриальный потенциал Хотя это индустриальное сердце Тоже Украины Именно поэтому Здесь главным ресурсом Для Харькова Я считаю Здесь людей Я был много раз в Харькове Общался с людьми Я думаю Что здесь очень открытые Теплые Дружелюбные Хорошие люди На днях у меня была Еще возможность Еще походить Еще поближе пообщаться И что я хочу сказать Конечно Потрясающие люди Позитивные Любящие Свою жизнь Любящие Свои семьи Любящие Свою страну Но если Одним словом Обисать Сегодняшнее состояние Этих прекрасных людей Это безысходность Люди Смотрят на завтрашний день Не с надеждой А со страхом Страхом Как прокормить Своих детей Я был в метро И молодая женщина Которая подошла Со мной Снять фотографии Прекрасной девушкой Дочерь Дочерьки Алисской И она потом Я с ней разговаривался Но она сняла фотографии А мне интересно было Кто она такая И в какой-то момент Она заплакала И сказала Меня Четыре месяца тому назад Лишили работы Я не могу найти работу Она ходила на кружки Она Я хотел Чтобы из нее что-то вышло Она маленькая еще Я вынужден был Прократить все ее занятия Вывезти ее Из этих кружков И А сейчас Я не знаю Чем ее прокормить Но потом Она сказала Ну ладно Я не буду навязывать Мои проблемы Мы пробьемся Мы обязательно Все сможем сделать И меня больше всего Согрело Это мы Не вы Давайте Вы нам сделаете Мы Она молодая И она говорит Мы все равно Сделаем на то Несмотря на то Что мы оказались Такой ситуации И Но И трудно с ней Не согласиться Но Я постоянно Встречаюсь со многим Украинцем И К сожалению Самое последнее Что я слышу Что так плохо Как сейчас Не было В стране Никогда На днях Один предприниматель Сказал мне Что раньше Крали Из теневой Экономики А сейчас Реально Крадут Из реальной Экономики И Трудно с ними Согласиться Трудно Не согласиться Когда я вижу Что происходит На таможне Прокуратуре Трудно При этом Разворование Происходит У самых У всех На глазах И таким Примитивным Методом Что мы говорим Антикоррупционный рух Коррупция Слишком поэтическое Слово Для того Что делается Слишком красивое Слово Коррупция Это обычное Банальное Воровство Пандитизм И И Чтобы Успешно Продолжать Эту кражу Уже Четверть века Вместо Того Что Встроить Открытое Костас С открытой Экономикой С простотой Ведения Бизнеса Все становится Все запутаннее Все сложнее Все труднее И Чтобы Продолжать Эту кражу Специально Создается Система Когда иначе Просто невозможно Ничего сделать Бизнесу Предпринимателю Обычным гражданам Приходится Жить По тяжелым Натискам Бюрократии Все сделано Через Абсолютно Другое место Все наоборот Народ Украины Проливал кровь Не за это К сожалению Все еще Наше правительство Продолжает Сидеть На тех же потоках Что и сидел Янукович Инакевский Там дети Януковича Азаров К сожалению Правительство Все еще Продолжает И власть Прикрывать Тех же Олигархов Которые Десятилетиями Заносили Кемоданчики За счет Обнищения Народа Власть Орехопредпринимателей У частных Производителей Которые Продают Но по нашей системе Невозможно Чисто оформить документы Это так сделано Что ни одна бабушка Которая выращивает орех Не сможет Эти документы Правильно оформить А экспортные лицензии Есть не у бабушек Есть у фирм Фирма приходит к бабушкам Документы оформить Невозможно И они закупают У них Чисто На личные деньги Эти орехи Потом Эти орехи Привозят За границу И каждый год Создавалась группа Из депутатов СБУшников Прокуроров И говорили А, хочешь вывезти Контейнер орехов Каждый контейнер 20 тысяч долларов 15 тысяч долларов 12 тысяч долларов В зависимости от того Какой урожай Очистили ли он И нам карманы И государство Нуль И каждый год Все сражались Что будет сидеть На этой теме В этом году Мы сказали Мы В Одессе Поскольку мы сейчас Более или менее Взяли под контроль Таможню Выпустим эти орехи Честно Пусть платят бюджет И пусть Люди Зарабатывают бюджет И люди не платят Никто не зарабатывает Взятки Я очень гордился Что мы это начали делать И потом Каким-то образом Я оказался В одной компании В Киеве Хорошие были люди Но там оказались Несколько представителей Ну такой Традиционная Старая Такой олигархической Группировки Каким-то образом Ну они везде Там ходят Киеве Естественно Я им И они мне говорят Ну как там Это твоя Там Это Киска Там Марушевская Ну конечно Меня оскорбите Что значит Киска Серьезная Девушка Образованная Умная Я говорю Ну что Ребята Вы что Действительно Думаете Что вы Орехову И так называем Мафию Победите Да вы Посмотрите Вы посмотрите У нас уже есть группа милиционеров Прокуроров Уже готовы 30 уголовных дел Ни один контендент не выйдет За пределы Украины без нашего ведома А через голову вы не прыгнете В результате Мы пропускаем один груз орехов Водитель грузит груз орехов Направляется к румынской границе Останавливается на остановке Переспать Чтобы поспать Утром просыпается Это уже румынская граница Болгород Покрышки опущены Пробиты Над головой стоят Пять небритых типов С оружием Но думает что грабеж Все Говорит не тут то было То есть Милиция Полиция Из Киева Прокурор Киевский Решение Заместителя прокурора Киевской области Колесника И говорит Груз конфискован Забираем Себе Грабеж На большой дороге Прокуроры У которых есть заплаты 3000 гривен Милиционеры Которые получают Эти 2-3 тысячи Проехали 8 часов По ужасным дорогам Одесской области Чтоб задержать Эту ванну фуру Продолжение следует... Пробили колеса Забрали груз Владелец пошел Жаловать за суд Через 40 дней Получилось Наконец-то Судебное решение Не знаю уж Какие механизмы Что его нельзя было Задерживать А прокурор говорит Мне плевать На твои судебные решения Я пошел Скрыл этот гараж Отдал я ему груз Его отпустили Он был смелый Достаточно Чтобы нам Это сообщить Где он Вы думаете? Он позавчера Целый день Провел в прокуратуре На допросе Которое готовится Предъявить ему Новое обвинение И они бы с удовольствием Растерзали бы меня И мне бы тоже Предъявили обвинение Потому что Мы нарушили их схемы Которые уже Сформировались Десятилетием Потому что Эти все Саакашули Всякие приходят И уходят Всякие там Марушевские там И так далее Которые в нашей команде Всякие там Лещенко Из-за лисюки А эта мафия Она бессмертна И она никому Не отдаст Свой кусок хлеба И вот так они работают И когда мы говорим Или когда мы говорим Вот есть в Одесской области Много винодела Я очень люблю виноделие У меня меньше Двух гектаров Виноградника Но я очень горжусь Этим виноградником В Грузии Я тоже много лет Его выращивал Ну по крайней мере 7-8-10 лет Этим занимался И Ну невозможно Но в Одесской области Невозможно нормально Выращивать его И вообще в Украине Потому что Во-первых Крупные заводы Пролоббировали Такой налог Каждый ежегодный Что продать виноград Вино 500 тысяч гривен Когда его ввели Это было 100 тысяч долларов Что Ни один человек У которого есть 30-40-50 гектаров Не говоря уже 2 гектара Как у меня Не сможет продать Ни бутылки Он должен продавать Из-под пола Или продавать заводом Во-вторых Крупные заводы Государственные Они Давно уже Прихвачены Бывшими Высокопосудовцами Обычно Есть виноград Потому что Оно производится Из китайской краски Болгарскими технологами Которые Совершенно Все равно Человек Там каждый год Думает Выращивать виноград Боится мороза Не боится Боится града Не боится Боится засух Не боится Привез краску Подкупил чиновника Договорился Заводом И погнал Эту барбатуху На рынок Травить людей При всем этом К сожалению Рынок Украины Это Это Наши дома Идут На наши столы И вот так Коррупция отравляет Коррупция убивает Коррупция не дает Людям жить Поэтому Когда нам говорят Когда мы их Раздражаем Я понимаю Почему мы их Раздражаем Мы их Раздражаем Потому что В Одесской области Мы разрушили Впервые Коррупционную вертикаль В Украине С тех пор Как меня назначили туда Главу его Дал Сочи На ограниченные полномочия У нас мы посадили Главу милиции Миллионного города Одесса Взялись Поличную взятка Посадили Главного военного Комиссара области Который брал деньги За то Чтобы люди Не защищали родину Посадили Руководителей Руководящих работников Одесской Областной администрации Которые в моем здании Сидели Возбудили дела На многих важных Людей приближенных Очень близко К депутатам Правящих партий В Украине Теперь еще Никогда либо Теперь еще Правящих партий И главное Мы никуда Нам не заносят И мы куда не заносим Можно жить И можно сажать Поэтому Мы сделали Самые быстрые услуги В Украине Чтобы делать Вытек Делать Любое там Оформление Запись Все Гораздо быстрее 7-10-15 раз Быстрее Чем в Киеве Харьков И других местах Мы сделали То что Реально Все должностные лица Назначаются По прозрачному конкурсу И заменили Большинство Старых должностных лиц И сократили аппарат Минимум 2 раза И нужно сокращать Еще 2-3-4 раза Потому что только Тормейнов Не можешь кормить Украинской земле Украинский бюджет Госаппарат И это конечно понятно Что у людей Появились Хотя бы Ожидания на перемены У людей Появилась надежда И они часто говорят А что Саакашов Несколько пляжей Открыл Не пляжах дело Мы поменяли Всю их логику Пляжи тоже неплохо Когда летом И когда ты Когда вся центральная полоса Одессы Занята 3-4 олигархами Которые туда ездили Раз в 2 месяца На своем вертолете На полдня Со своими девушками Показывать Какие они крутые А остальные Трудящиеся Которые ездили туда Отдыхать Смотрели Из очень плохих пляж Из ограды Высокие Даже ничего не могли выйти Смотрели Как они там На вертолете приземлялись Улетали Это тоже было неплохо И каждый из них Был неприкасаем Потому что Каждый из них Был частью Коррупционной Ватикали Поэтому Когда нам говорят Что Коррупция Это неотъемлемая Часть украинского общества Полная чушь И неправда Я поступил В ВУЗ в Украине По простой причине Когда в Грузии Что поступить в ВУЗ Я во-первых Хотел очень поступить В ВУЗ Я очень хотел В Гукеевский университет Поступить Но кроме того У меня шанса не было Поступить в Грузии Или Москве Потому что нам брали взятки В Украине взяток Не брали Когда я закончил Красный диплом С красным дипломом Коломном В 92-м году И когда я принес Руководителю Моему диплому Уже когда защитил Мне выдали диплом Только пару бутылок Я не знаю Грузинского коньяка Чтобы отблагодарить Он за мной Бежал через полцентра Киева Чтобы обратно отдать Очень оскорбленный Что как я посмел Вот такие были украинцы Мои глаза всегда И когда мне говорят Что То что вели В конце 90-х годов Эти олигархи Ахметов Медведчук Вся эта шантропа Как образ жизни Их элиты Что это образ жизни Украинцев Я категорически Этого не приемлю Украинцы это не те Мы не они И они не украинцы Здесь много людей Которые крадут Но у нас всегда будет Достаточно кадров Которые будут работать честно Украина богата Великим народом Которым Достойно жить Гораздо лучше И конечно Недостойно быть В самой стране Которая сейчас Провозглашена Самой бедной страной В Европе У меня Немаленький опыт Политический Уже в жизни Я хочу сказать Что все политики Которых я встречал Я встречал многих Мировых лидеров Делится на три категории Те которые хотят Памятник себе построить При жизни Те которые хотят Чтобы памятник Построили после смерти И те которые Глубоко плевать И хотели на памятник И которые хотелось бы Иметь как можно больше Банковского своего Шорного счета Уже при жизни И сейчас и теперь За счет народа К сожалению Я не встречал В украинской власти Почти не встречал По крайней мере Людей Которые хотели бы Чтоб народ их благодарил После того Как они будут власти Они не верят в свой народ Они особенно Не любят его Не хотят Чтоб народ их любил Но они очень любят Свои счета Они очень любят Свои особняки Они очень любят Свои яхты Они очень любят Свой комфорт И за это готовы Отдать все И продать все И включая Собственную страну Это и есть Самая большая беда Украины Надо И поэтому Наш главный клич Из Харькова Надо Отправлять На свалку Историю Элиту Которая 20 лет 5 лет Больше ничем Занимается Чем грабить Собственный народ Надо полностью Обновить Государственный Кадровый Контигент За счет людей Которые здесь За счет людей Которых очень много Порядочных Честных Умных Идеалистических И влечь Новую кровь Безнадежно Заболевший организм Чтоб дать Этому организму Иммунитет И новую энергию На гербе Украины Написано Слово Воля И это Не случайно Для меня Сама Украина И есть воля Воля Великого Украинского Народа Как спела Заряна Поплач Не даст Свободу Чендикому И мы будем Бороться За эту волю Народ Который Умеет Защищать Свою гордость Свою свободу Свою государственность Народ Который Умеет Выносить Любые трудности Я видел Наш народ В окопах В блиндажах Где у них Не было Может быть Элементальных Условий Но у них Была гордость И огромное Желание Защитить Свою страну Ее будущее Украинцы Великий народ Потому что Они имеют Четко осознанную Народную волю Волю Не сгибаться Не сдаваться Не смотря на преграды Стремиться К развитию К развитию Лучшей жизни К миру И процветанию Воля Это то Что мы хотим Жить В стране В которой Граждане Счастливы Достойно И которая Каждую новую Семь приносит Новые надежды Возможности Воля Это то Что мы хотим Справедливости Воля Это то Что мы хотим Иметь равные Условия Для всех Не для олигархов Для элиты Для народа Для всех Равные условия И тогда Народ Рассветет Воля Это то Что народ Хочет порядка И народ Добьется Что в стране Был порядок И этот беспорядок Был закончен Один раз И навсегда За счет Героической воли Украина Выстояла На баррикадах За счет Этой воли Сегодняшняя молодежь Знает цену независимости Гордится своим флагом Своим гимном Который Он выполняет Молодежь Выполняет В разных вариациях Но чтобы страна Развивалась Воля народа Должна отражаться Воли правителей Сегодня Воля народа В целом Не отражается Воли Своих правителей Вольня Воля правителей Не отражает Волю Нашего великого народа Все очень Просто Чтобы победить Коррупцию Надо этого Просто хотеть Чтобы кому-то Сказать Не бери Надо чтоб Ты сам Никогда не брал Тогда Можешь сказать Нужен Абсолютно Новый подход Новая экономическая Политика Минимизация Количества Разрешительных Документов Сообщил Что я начинаю Бизнес И делаю Семейного На здоровье А не бегая За каждой бумагой Каждый бюрократический Нужно Осуществление контроля За предприимчивую деятельность Только по решению суда И только в исключительных случаях А не эти прокуроры Которые Как голодные шакалы Бегают по нашим дорогам И останавливают всех подряд Нужно Реальное внедрение Принципа малого бюджета Минимальные либеральные налоги Ограничение затратной части бюджета Который тоже крадется Госдолгая дефицита ВВП Эти меры Можно принять За счет Буквально за несколько месяцев Надо создать Новый механизм Сотвольчества По вопросам Коррупционных преступлений Рыба Внется головы Нечего бегать за маленькой рыбочкой Маленькая рыбка Сдаст большую рыбу Да пусть плывет Она подальше своего болота Зачем она нам нужна Туда Мы должны Пойти за крупной рыбой И тогда Чтобы эта рыба Поймать ее И 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 Что такое Наводить в стране порядок Надо ломать Хребет чиновничьи мафия Преступник Должен сидеть Олигарх Должен платить Налоги Угадан Украденное От народа Богатство Должно Вернуться к народу И оно обязательно Вернется к народу Никуда они это не унесут А Мы обязательно Ведем порядок Я ехал сюда Утром на поезде И Вот Рядом Вокруг Много Людей Сидела Судебный Эксперт Она говорит Я ушла с работы Я говорю Почему ты ушла с работы Потому что Мне платили 2000 гривен И мне говорили Хочешь получать больше Пиши Что мы скажем Прокуроры Судьи А что они ей говорили Заходят в компанию Они говорят Пиши У них столько доходов Они стоили Столько налогов Я говорю Так они у них уже Расходы тоже А пиши В случае Если бы у них Не было расходов У них было бы Столько доходов Она говорит Так если я это напишу Это то же самое Если бы моя бабушка Была дедушкой Был дедушкой Нет Пиши А как ты прокормишь Своих детей На твои 2000 гривен Говорит Потом они мне задали вопрос И тогда Говорит Я решила уйти И заняться Своими частными Да мне трудно Но по крайней мере Из-за меня Не становятся Несчастными Какими-то люди Никого-то Они грабят Основываясь На моих документах Среди бела дня И вот таких людей Все больше и больше Которые не готовы Которые хотят жить В Харькове Огромнейший Интеллект И IT потенциал Один из больших IT столиц Как минимум Из моей Европы 15 тысяч Не допустить Надо дать им Возможность Развиться Надо принять Особую меру Чтобы он Развился Надо чтобы Украина Шла вперед И тогда Харьков тоже Расцветет Потому что Тут есть Весь потенциал А сейчас Он будет Вся наша Индустрия Вся наша Экономика Здесь особенно Будет отмирать Мы же это все Понимаем Так как это сделать Надо освободить Людей И когда есть 15 тысяч IT-шников И потом Приезжает Некий мамка Полуграмотный Или вообще Неграмотный Важняк Следователь МВД В один прекрасный День Как глава Малюта Скуратов Проходится По всем этим IT-шникам Закрывает Все бизнеса И говорит Да плевать я хотел Все уже Я пришел Я ваша мамка И когда его Столько лет Никто не мог тронуться Пока мы не поняли Назначен Новую главу Национальной полиции Она В том числе По моему настоянию Рекомендации Наконец-то От мамки Избавилась Это стыд и срам Но таких мамок Еще много Нам такие мамки И папки Не нужны Нам нужны Свои семьи Своя страна Свои будущие Поэтому Поэтому Надо на 180 градусов Менять наш курс Времени мало Люди устали терпеть И враг У ворот Не дремлет Раньше мы говорили Что Украина Два врага Внешне в лице Кремля И внутренне в лице Коррупции Это на самом деле Было так Но чем дольше Мы Буксуем Против коррупции Эти два врага Объединяются В одно целое На самом-то деле Для многих Наших чиновников Постсоветский Совковый мир Путина Гораздо близок Чем запад Европа На западе Нет таких особняков На западе Никто не бегает С чемоданами Кеша украденного То словят Одного Праги Сейчас наших чиновников То другого В Вене То третьего Швейцарии Дело у вас будет Иначе они не могут Где для таких людей Идеальными Здесь через границу Буквально За 200 километров Там все это можно Поэтому это все Сращивается Чем дальше Мы будем Буксовать Коррупцией Это Чем дальше Мы будем От нашего Цивилизационного Выбора И когда мы Спрашиваем вопрос Сможет ли Это правительство Которое два года Не либерализовало Экономику Пальцем не щевелила Чтобы облегчить Процедуры Не занимается Ни одним маленьким Бизнесом Не помогает Ни одного Маленького Человека Вот завтра Или послезавтра Мы едем Французскому виноделу Который приехал Поверил нам Создал лучшее вино На него напали Автоматчики С налоговой инспекцией А в Киеве Абсолютно Всем все равно Они руки только Потирают Когда такие вещи Происходят Когда это правительство Упустило все Эти шансы Мы Я спрашиваю вас Может ли это правительство Продолжать Оставаться И называться Правительством Украины Еще следующие Три года На как на это Они претендуют Поэтому Это правительство Вывод Нужно менять И кому Нужно их менять Нам С вами Никто За нас Наше дело Не сделает Надо Действовать Я не считаю Что Украине Нужен новый Майдан Я считаю Что два Майдана Сделали Хотя бы Одно Большое Дело Все Прекрасно Понимают Силу Народа И что Волю Народа Ничем Не остановить Они Не Рассчитывают На то Что они Остановят Нашу Волю Они Просто Рассчитывают На то Что Мы Как обычно Разочаруемся Мы Скажем Да Они Все Одинаковые Да Что нам Вообще Говорить Да Какая разница Каждый Новый Будет Хуже Эти Ход Знакомый Черт А следующий Еще Будет Хуже Давайте Оставлять Вещи Как Они Есть Они Рассчитывают На безразличие Пассивность И даже Цинизм Нашего Народа Но Наш Народ Не Циничен Наш Народ Никогда Не Был Пассивным Потому Что Трудолюбивый Талантливый Народ Не Может Быть Пассивным И Наш Народ Это народ Свободы И они Освободились Несколько Раз И они Освободятся И от Этих Людей Которые Рассчитывают На Что Мы Их Оставим Покоен Поэтому Наше Движение Наша Волна Пойдет Ко всей Украине Это Начнется Сейчас Харькова Мы Пойдем И Сначала Соберем Для начала Чтобы Показать Что Мы Не Шутим И Мы Не Хотим Никаких Эксцессов Мы Не Хотим Никаких Тем более Никаких Не Дай Бог Дать Какой То Повод Нашим Врагам Но У нас Есть Твердая Воля Мы Соберем Сначала Наше Движение Миллион Подписей По всей Украине Не Тоже За Отмену За Изменение Правительства За То Что Поменять Правила Систему Мы Соберем Подписи За То Что Все Эти Законы Кабальные Отмените Надо Освободить Бизнес Полностью От Административного Тиска Это Возможно И Это Мы Обязательно Сделаем Мы Соберем Подписи За То Что Налоги Должны Быть Ниже И У нас Должно Быть Больше Возможно Чтобы Строить Дороги Школы Больницы Мы Соберем Подписи За То Что Не Оставить Никаких Дырок Для Возможно Коррупции И Вот Когда Мы Соберем Эти Подписи Это Будет Очень Быстро Я Вас Уверяю Мы Придем И Скажем Мы Не Хотим Ничего Плохого Вот Народ Вынес Вам Вердикт Принимайте Решение И Дайте Возможность Новому Поколению Новой Крови Новой Волне Новым Порядочным Людям Заменит Те Которые Уже 25 Лет Протирают Свои Станы И Превратили Украину Самую Бедную Страну В Европе Я Это Говорю Потому Что Я Сам Правда Ничего Не Хочу Но Все Мы Хотим Одного Чтобы Украина Стала Лучше Украина Освободилась От Этого Верма Постсоветского Вот Такого Совка Такой Людей Которые Просто Не Любят Эту Страну И Которые Не Верят Фундаментально Будущее Потрясающее Нашей Страны И Когда Если Они Скажут Что Эти Миллион Подписи Или Подделаны Или Сфабрикованы Или Добавлены Или Не Отражают Волю Народа Тогда Мы Обязательно Придевуем И Под Стеном И Сдай Квартала Этого Петерска Миллион Людей Мы Еще Расскажем Мы Пришли И Время Уходить Время Все Менять Время Идти Вперед Нас Очень Много Коррупционной Силы Делают Что Чтобы Мы Остались И Вернулись Назад На Орбиту Кремля Там Где Нет Прозрачно Неспрозрачно Несправедливости Там Где Простой Гражданин Никем Не Является Вообще Никем Он Мусор Никто Где Сильные Крадут И Наказания Несут Слабые Если Мы Не Сможем Очистить Украину От Коррупции То Коррупционная Кутинская Совковая Модель Обязательно Аппаратно Проглотит Украину Мы Никогда Себе Этого Не Простим И Судя По Тому Как Ведет Так Называем Борьбу Против Коррупции Теперешнее Правительство Яценюка И Теперешняя Власть Теперешний Прокурор Теперешние Высокопосудовцы Многие Теперешние Ради В целом Вся Украинская Власть То Совершенно Очевидно Что Эти Темные Силы Одерживают Победу Поэтому Совершенно Очевидно Всем Нам Начинает Президент И заканчивая Каждым Нашим Гражданином Принять Радикальные Решения Сейчас Потому Что Завтра И послезавтра Это будет Поздно Для всех И для Президента И для Всех Нас Мы Должны Принимать Решения Незамедленно Мы Должны Принимать Решения В интересах Народа А не Каких Небудь Групп Олигархических И специальных Интересов Надо Действовать Время Не терпит Надо Брать Ответственность Идти На решающие Шаги Надо Очистить Страну И мы С вами Мы С вами Обязательно Обязательно В Украине Наведем Порядок У нас Будет Порядок Если После Если После Двух Если После Двух Майданов Если честно Сказать Для многих Людей Ассоциировалось Все С хаосом Какими-то Разборками Беспорядками А Еще Больше Краша Еще Больше Коррупции Еще Больше Воровство То Наша Новая Волна Наше Новое Движение Наше Новое Стремление Наша Новая Политика Наша Новая Возле Воли Изъявление Наша Новая Воля В первую Очередь Принесет Украине Настоящую Свободу И настоящий Порядок Порядок Для каждого Украинца Порядок Для наших Детей Порядок Который Превратит Украину Самую Привлекательную Самую Интересную Самую Быстро Развивающую Страну И Европы И мира Я в этом Совершенно Уверен Слава Украине Спасибо Большое АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ